Слава Господу! Слава Господу! Мы согласны с тем, что надо всегда и за все благодарить Господа, и что Он имеет на это право. Конечно, сегодня я, наверное, если бы потом все конкретно говорить о молитве, может быть, больше сказал бы, но сегодня такая тема, когда по общим местам и в нашей области, и в республике нашей ведется тема о молитве, ведется речь о том, о молитвенной жизни служителя, поэтому я хочу сказать, что все-таки эта тема имеет очень огромное значение, ну и ее мы слушаем все, потому что в некоторых мерах, ну мы кого понимаем с учителями, это в которых в церкви, но если взять каждого из нас, то мы служители в своих домах и в своих семьях. Если не каждый из братьев пастырь является, не все являются деканами, но если ты отец и муж в доме, то ты в доме священника. И именно Господь хочет слышать твои молитвы за что благотворение Богу. И надо понимать вот эти вещи. Так всегда бывает, что никто никогда очередь по опросу делает на заводе. Ну как вы думаете, что надо делать, чтобы поднять производительность, чтобы повысить себе свойность и так далее и так далее. Но с кем советуются обычно, что надо делать? С директором, правда? Начальство умеет делать с директором, всем, которым во владея стоит. Ну только, как правило, человек образованный. В общем, все должны быть такими. С кругозором широким, схваткой деловой, а наличие должны быть хорошие. Чтобы посмотреть и тут же сразу сказать, что вот это, вот это мне надо. А будут писать рабочие, но вряд ли кто-то ответит на их. Ну будут расследовали, будут что-то. Но когда директор напишет, будут обращать внимание. И есть уже сегодня, Господь кому-то церковь доверил. Много братьев, очень много шестер. Ну, сестры у нас с родителями не бывают. А братьев много очень, но с жителями не многие могут быть. Ну так же. Сегодня вот так вот посмотревши, я вчера сказал в одном месте, кто-то из шестер поднял вопрос, что же тебе менять надо? Ну правда, он уже пожилой, не видит ничего. Вы думаете, так просто найти его? Ну, как вам кажется? Я сказал так, если бы сегодня были служителями, как минимум в нашей области можно открывать 20 церквей. Но некого ставить. Ну, некого ставить. И потому что ему очень важно, когда есть служитель, именно от него молитвы на жизнь его подчеркненного зависит. Потому что он просит за народ. И Бог его по-особенному слушает. Потому что он согласился отвечать за народ. Согласился бред и нести его. И Господь поэтому очень внимательно выслушал его молитвы. Я не говорю, что других не слушают. Я совсем этого не сказал. Но все-таки есть разница между братьями. А не готовы есть служение, не счет местности. А другие и хорошие братья, и разумные. А вот нет, и все. То одна причина, то другая, то третья, то четвертая. И они не могут, не хотят, не могут, не желают. И я сегодня прекрасно понимаю, что Бог очень обращает внимание на молитвы того служителя, который соглашился работать для Господа. Хотя Бог в этой одной причине. И опять повторяю, много хороших братьев, много талантливых. А вот найти, чтобы кто-то взялся и понес этот лоз, нету. Нету. Подсказать там сзади. Вот ты не так делаешь, надо лучше. У нас хватает таких. Я однажды говорю, у нас очень много деятелей и очень мало делателей. Дети, они все знают, они наверху, они фигурируют, они выступят по двадцать. А скажи, может они что-нибудь делают? И они же делают. Ну, а пальцем показать, что то надо, то неправильно. Я говорю, что вы мне показываете? Я и сам вижу, что неправильно. А делать что? А сделать как? Что вы думаете, я не вижу? Может что-то и не вижу, я не умру, что я все вижу. Но я вижу. А что делать, чтоб не было, а то совсем подробно просто. А сказать, показать проблем нету. Чуть-чуть, немножечко открытые глаза, пожалуйста, скажи. Я очень хотел бы, чтобы в действительности наши пасторы стали молиться. Если пастор не будет молиться, не будет молиться и церковь. Вы согласны со мной? Он говорит, подавая пример стаду. Если я его не подаю, то поплюсь бы. Хотя, может быть, это неправильно. И я много что могу делать неправильно. Что значит, что вы имеете вовремя право делать? Нет. Я, может быть, много где-то нарушаю что-то? Да кое-то что значит, что и вы можете делать? Нет. Но уже так у нас тоже было. Если старше не делать, то зачем мне делать? И Христос говорил, помните, дело не касалось молитвы. Дело касалось фарыщейства. Он говорил так. Что они вам говорят, делайте. А по делам что? Он говорит, он не делает, то я не буду делать. Он говорит, нет, он не делает. Значит, это по слову, делает. Мало ли что, он не делает. Я сегодня хочу обратить внимание, в чем заключается щила молитвы пастора, который стоит во блоге. И я просто возьму прошлый материал. Вы знаете, молитва в молитве разница. Все-таки есть разница в молитве. И вы помните, читали в Священном Писании, вот это событие, когда Израиль во времена Мащея вел Баргус Амалика. И они сделали решение. Распределили и сказали, кто, чем будет заниматься. И Мащий сказал, я, говорит, возьму жест в Божию мою руку и встану на горе. И погибли руки к небу. А вы идите воевать. Знаете, как это выглядит со стороны по-человечески? Умный какой. Он где-то там забрался, встал. А вы говорите, и там кровь поливать будет. А вот мы стояли, руки поднялся. Ну вы знаете, что от этих поднятых... А вы сами только поднять руки. Вы помните, как Тимофей и Павел пишут, чтобы молились, воздевая чистые руки к небу без гнева и сомнения. И оказывалось, что победа заключалась в поднятых руках Мащия. Когда руки Мащии его опускались, куда девалось силам Израиля? Куда девалось их способности? Куда девалось их мужество? Начинал Амалик чеснить. Как только руки Мащии его поднимались, начал одолевать Израиль. Все возвращалось и умение, и мужество, и сила, и не уставали, и Амалик церпел поражение. Это для нас пример. Это для нас пример. Как важно, чтобы впереди стоящий молился за уверенное ему дело. Он молился за церковь, которая ему уверена. Господь слышит эти молитвы. Вы знаете, почему мы часто терпим ущерб? Когда что-то планируем, что-то делаем, и стараемся, и тираемся. А результат почти ноль. И одна из причин – это дело не было вымолено. Если бы сначала вымолили благословение, а потом пошли делать – был бы успех. Но когда не было молитв, когда Господь действительно сам не спланировал что-то, а сами, то оно получалось, что результат очень маленький и очень незначительный. А вообще почему? А потому что молитва, она не считается очень важной. Вот где-то проповедовать, ехать, где-то что-то делать. Вот это да, это видно. А он говорит, ну что молиться? Делать надо. Оказывается, и молиться, иди. Потому что если делать, и без Господь, и без молитвы, ничего не получится. Но, я тоже обращаю внимание, все устают, когда что-то делают. И вы помните, руки Майщиева тоже оттяжелели. Вот попробуйте постоять вот так вот с поднятыми руками немножко. Наверное, трудно стоять дома. Они оттяжелели, они начали опускаться. И когда стали опускаться руки вождя, которого Господь особенно хотел слышать, то вы знаете, что и успех устал удаляться из страны этого народа потяжелели. Он говорит, Господи, ну что ты не видишь, что я устал? Господи, вижу, но как ты хочешь, на твоем виду надо быть поднятым. А это уже меня не касается, устал ты, не устал, но я рук поднятых не вижу. А раз не вижу рук поднятых, не могу делать, молитвы нету, не могу. Мне молитвы нужны. Можно было два варианта там устроить. Как у нашего ведут. О, уже ослабел. Ахаха, вы нафигнали. Нафиг надо щепанок поставить. У нас ослабел, это чуть ли не блудник стал. Он уже ослабел. Братья твои. И я очень хочу, чтобы вы так не думали, на что нас ослабел. Писание говорит, ослабеваю. И молодые люди падают. Но надеющие на Господа что? Обновятся в щели. И руки Моисея говорят, да, отчеркели. Ему стало трудно молиться. И тогда Шор и Аарон. Вы знаете, что они сделали? Они нашли камень. Они посадили Моисея на этот камень. Кажется, Господи, да ты будешь слушать Моисея. Я теперь щел. Это же отсутствие благовения. Господь говорит, мне не важно, ты щадишь или если не важно, чтобы были поднятые. Конечно. А идея за то, что мы сегодня молились Господу с благовением на коленях. Это один из крытых благовений перед Господом. Но если вы будете молиться пять часов, шесть, семь, вам трудно будет стоять на коленях. И никакого греха не будет, если вы щадите. А может быть, через пятнадцать часов и ляжете. Но для Господа будет важно, что вы молите. Он хорошо понимает. И вот ослабили руки. Они после ослабились, они взяли камень, положили, и посадили его. И стали поддерживать руки его. Богу не нужны были руки в то время Аарона и Оры. И внутри были руки Моищея. Потому что он отвечал за народ этот. Он был гость этого народа. И внутри были его руки. Но вот на что я прошу внимание. Я когда-то на эту тему проповедов не говорил. Почему руки Моищея были подняты? И почему Бог слышал? Кто поддерживал эти руки молитвенные? Аарон и Ор. Слово Аарон переводится. А там почти девять слов, чтобы это имя перевести. Чтобы смысл понять, что это имя значит. Но там есть такие слова. Учитель, просвещенный. Гора света. Когда просвещенный разум, он прекрасно понимает, для чего надо молиться. И он вот молится. Мне две минуты. Непросвещенный разум говорит там. А что Богу можно много говорить? Что Бог не знает, что мне надо? Я ему сказал пару слов и пошел. Да и что добавят. В Библии написано, что не говорите лишнего, как язычники. А я вот так вы лишнего не говорите. А молиться-то надо постоянно. Что вы путаете? Говорить лишнее и молиться. Одно минор по пиадьбу. Одно и то же. Это не одно и то же. Описание говорит, сколько надо молиться. Во время Ветского завета там были времена. Утренняя молитва, дневная, вечернее время молитвы. А в наше время для тех, кого Господь призвал, кого Господь крестил Духом Святым, им дано одно повеление. Непрестанно молитесь. Непрестанно молитесь. И за все благодарите. И когда у них нет этого просвещенного разума, мы говорим, а зачем молиться? Я столько молюсь, Бог меня не слышит. Это не просвещенный разум, я говорю. Здесь нужно, чтобы народ поддержал руки, чтобы вы знали, что есть мир молитв. И вы помните два события, связанные с Ильей. Илья это пропускатель, который будет взяты живой на небо. Вы знаете, что есть два человека, которые не перетерпели смятия. Они были взяты живыми на небо. Это Илья и Илья. Все они богослову рассуждают. Принято, кто значит народ израильский, Илья церковь или что-то. Я не знаю, в каких этих церковях. Но я не знаю, когда Бог обещал народу израильскому, будете взяты живыми на небо. Я не только христианам обещал. Тем, которые в пришествие Христа застанут живы. А в это время нет иудеев, нет раба, без Павла. Вообще одно. Национальность не играет роли никакой. Поэтому Илья, Илья, это пропускатель, который будет взяты живое на небо. Который в пришествии Христа застанет живым. И потому, как мы сегодня готовы именно к этому событию. Не знаем, когда Христос придет. Знаем, что скоро по всем признакам. Видим, что скоро Господь поставит почти минуту. Когда не знает. И, может быть, кто-то исчезает их людей. Уже и смертью не убит. А чем будет преобразовано? Но я, Илья, наблюдаю два момента. Один момент. Когда он помолился, чтобы небо не дало дождя. Он молился, и небо не дало дождя. И не было на земле дождя. Три года и шесть месяцев. Помните? Яков об этом говорил. А потом пришло время открыть небо. А тут уже так не получилось. Илья совершил всякую работу. Пророки Валу были уничтожены. Уже народ из Иоанна Павла на лицо свое сказал. Господь есть Бог. Господь есть Бог. Раньше говорили, если Ваал есть Бог. И Бог пошел. Если Бог и Ваал. Они стояли и не знали, что сказать. Они уже запутались настолько, что не могли различить, где Бог живой. Божьего или Ваалу. А уже тем воскликнули. Господь есть Бог. И Илья знал. А Господь обещал. Иди покажи щасову. Я дам душ на землю. Но дождя не было. И чтобы Бог исполнил свое обещание, Илья пошел молиться. Он пошел на гору. Он положил лицо свое между коленами. И помолился. И думал, что будет так, как в первый раз. Помолился один раз. И небо закрылось. И вот он помолился. Иди погляди, что там. Он побежал возвращать. Он говорит, ничего нет. Ничего не было. Илья был прощвещен. И он сказал, ага. Значит, Бог требует полноту молитв. Значит, будем молиться до семи раз. Помолился второй раз. Он говорит, бежим, гляди. Ребята, покажи, ничего нету. И третий раз, ничего нету. И четвертый, и пятый, и шестой. И ничего нету. Я не знаю, по сколько он молился. По часу, по два. Но у него периоды, говорит, когда он останавливался. Иди погляди. И был один ответ. Ничего нет. Но когда Илья помолился? Шестой раз. А с чем есть полнота? Он говорит, теперь побежит погляди. Поглядил, говорит, дождя то еще нет. Я уже вижу обмышко подниматься. Влечено из ладони. И я говорю, все, перестаем молиться. Будет дождь. И пошел дождь. Пастор, служитель, он должен знать, что есть мера молитв для ответа для Господа на определенную нужду. И должен этому людей научить. Говорит, а я три дня почти была, и Бог не ответил. Я говорю, а кто тебе сказал, что через три дня будет ответить? И Бог тебе что сказал? Я говорю, что через три дня будет ответить. А может через три дня? А может через три дня? Себе нарисует человек картину? И после требуется Бог сделал так, как Он сказал. А у Бога конкретно есть что-то. У него конкретные нормы есть. У него есть что? И вот руки молящиеся поддерживал Аарум, который понимал учение Христова так, как надо. А второй был человек, который поддерживал руки. Его имя было Орб. А Орб означает белизна, чистота, святость. И вот эти две личности, и вместе с ними молящие, они могли делать работу. И если молящие – это молитва, которая исчекает, то эта молитва должна быть присутствовать. Глубина учения о молитве и чистота вхождения их прятости. И тогда эта молитва будет иметь силу, и руки не будут опускаться тогда. Вы меня хорошо слышите, а? Это то, что должно быть присуще служителям. И мы очень часто растурдаем, что кому можно, что кому нельзя. Вы знаете, что можно. Ну как можно? Чисто условно можно. Это потому, что возраст духовный. Потому что человек не понимает, что Бог от него требует. То Бог как-то глаза закрывает, вроде бы, и черпит, что человек делает. Но нужна эта работа, чтобы глаза открыли. То что можно родовому члену церкви, то пастору нельзя. Говорит, с чем можно, а тебе что? А тебе нельзя. Я не раз вспоминаю, сегодня этот брат живет, это мой друг хороший. Я вспоминаю, наверное, года два прошло, или три после моего покаяния. Ну два-три года, а то и не мало, а то и не мало. Знаете, такой возраст еще. Я уже тогда проповедовал, я очень рано наше проповедую. Наверное, на второй год, когда Бог крестил Духом Святым и дал Дар Слово, я тут же сразу стал проповедовать. Ну и, знаете, он мне пришел подупродить меня. Говорит, Коля, ты смотри, потому что о тебе вот такую вещь сказали. Ну, знаете, еще и тут доходишь, что-то такое, а то же неприятно. Ты ведь не брошай внимания. А я ему это и скажу ему. Знаешь, говорю, Саша, я уже устал, мне тут что-то до лампочки что-нибудь, говорит. Он говорит, слушай, что ты сказал? Я говорю, ну как что сказать? Я сказал, мне тут до лампочки. Я говорю, как ты мог такое сказать? Я говорю, да только вообще же так, говорит. Ну вообще так, говорит. Вот ты почему сказал? Ты же, говорит, проповедуешь. Я понял, всем нужно. А мне? Нельзя. И опять повторяю, никому нельзя. Никому нельзя. Но на кого-то обращать внимания не будут. А если ты уже действительно на деле Божьей, а вот эти админии скажут, всем можно, а тебе нельзя. И вот я обращаю вот это самое серьезное внимание. И вы знаете, что не все молитвы мы вообще достигли цели. Я эту тему целую излагал. Но кое-чего не дело касается молитвы. Но вообще что такое молитва? Это просьба к Богу. Это разговор с Богом, по сути дела. Тут для нас это бешей, да? А если дело касается Господа, то это молитва. Я молюсь, благодарю Господа, прошу Его от желтого. Это и есть молитва. И Он мне в молитве отвечает. И вы знаете, что не все молитвы мы были услышаны. Я вам когда говорил на эту тему, я вам немножко в другую сторону отмечал. Что не все обетование Божие Мойщей взял, которое Бог хотел, чтобы Он взял. А дело не касается вечности святой. Мойщей спасен. И Он, говорит про вражение, был вместе с Ильей. А вот на земле, в землю бетованную, Мойщей не вошел. Я правду говорю. Мойщей не вошел. Он обетование Божие на земле не взял всех. И Он, когда подошел к границе, А вы знаете, что было? А было вот, что народ взбунтовался воды прямо. Это был второй случай. И Господь говорит, Мойщей, у тебя же есть опыт. Ты скажешь, в скале она воду даст тебе. И Он сказал. Ну и не сказал. Скала, дай воду. Он сказал так. Послушайте, непокорное. Разве нам из этой скалы и жмешь вам воду? И дважды ударим в скалу жезлом. И почекла вода. Вера у Мойщей не была. Но Господь сказал ему. Вода потекла. А у земли бетоны ты не войдешь. Ты не явил святости. Ты святости не явил. Святейшей веры не было. Вы знаете, есть такое выражение? Нажидая себя на святейшей веры вашей. Моляясь духом святым. Оно касается и жизни. Оно касается и молитвы. Святейшей веры не было. Мойщей подошел к границе. Господь его от служения не отстранил. Он подожал в вещи народ. Долгое время вел. И проблем много было. Пережил очень много. Но он подошел к границе. И прочее. Он же молится. Говорит Господи. Ну вот и земля обитовано. Разреши мне войти в нее. И Господь говорит. Даже не прощи меня об этом. Швятости тебе не хватает. Как боится в эту землю. Ну хорошо меня слышите. Я говорю о святости. Я говорю о молитве, которая не услышана. И причина одна. Швятости не хватает. Не хватает святости? Не хватило святости. Я сегодня говорил на посвящении молитвного дома. У Давида, чтобы построить храм. Он очень сильно хотел построить храм. И когда он сказал Нафану. Нафан знал его преданность. Знал, что Бог его любит. И он думал, что не распудал. Он говорит, строю. Потому что Бог с тобой. А Бог говорит Нафану. Иди, скажи ему. Он не построит мне дома. И объясняет почему. Ты человек воистинный. Ты вел большие войны. Ты пролил много крови. И Бог говорит, что ты дом построить не сможешь. Вот сын твой Соломон. Который и все своих произойдет. Он будет человек мирный. И он построит мне дом. И он построил храм. Он построил храм. Я очень хочу, чтобы мы сегодня взяли заметку все. И слушателя тоже. Одна из людей. Почему Бог? Не может ответить на молитвы. Не хватает веры. Святейшей веры не хватает. Так вера есть. Никто ничего не говорит. И я опять-таки напомню. Не собираюсь очень долго говорить. Я не готовился до этой темы. Говори. Но уже раз мне пришлось, то я просто беру с различных тем, именно что касательно вот этой темы. Вы думаете, апостолу Павлу Бог на вообще молитвы ответил? Нет. Он больной был. И был очень сильно больной. И нечто была противная болезнь какая-то была. Потому что он однажды сказал. Я, Господи, говорю, Бог, чтобы не соблазнились на мне. На моих немах. Вы знаете. Нечто, наверное, такое было. На другого слада. Только сам еле дышать. Еле ползет. И люди думают. Ну что это такое? Другие пищали, а сам чуть не помирает. Христос тоже однажды сказал. Вы мне уже скажете поископию. Врач, исцели себя самого. Сделай то, что мы там и там видели. Такое бывает у людей. И Павел это понимал головой. И он однажды говорил. Я трижды молил Господа, чтобы Господь ему дали эту жалобу плоти от меня. Но Господь сказал мне. Что он ему сказал? Сказал, исцелю. Он сказал, нет. Нет, Павел. Мне надо тебя небожным держать. Тебе ж гордость есть. Ты же склонен к гордости. И Павел говорит сам. Чтобы я не превозносился. Червычай еще откровений. Что Бог сделал? Жалобу плот дал. Если мать не хочет. Почему? Святости не хватает. Хотя в отношении действий духовных, Павел сказал, я не знаю ничего, чего Господь через меня не совершил. И мертвые воскресали, одержимые освобождались, от болезней освобождались, а сам ему быть здоровым. Святости не хватало. Вот интересно. Поэтому я сегодня обратил внимание на молитвенную жизнь слушателя. Когда ты подсапываешь жена или кто ты, и будешь молиться. А знаете что? Писание правого говорит. Если совесть осуждает, никакого держновения к Богу нет. Как же написано? Если совесть такая не осуждает нас, то мы и нет держновения к Богу. И чего не попросим, получаем от него. И мы исполняем заповеди его. А если совесть осуждает? Есть держновения? Вот Господи Боже, а я уже не знаю, в моей незаписанной книге жизни не могу жить. Какое тут держновение молиться о ком-то? Какое держновение? Его нету совершенно. А почему? О святости нет. О размере святости. Практической. Не святости, которую Бог дал нам когда спасать. Я не об этом говорю. Я говорю о нашем хождении перед Богом. Поэтому пусть наши сердца никогда не слушаются, если Бог не отвечает. Уже что, что? А в сто проценте святости ни у вас, то у меня нет. Проблема достаточно. Даже не надо рассуждать немного. И мы замечаем это, мы же видим это. Мы не всегда хотим признаться в этом. Ну то так, на самом деле. Я только знаю одного брата, пожилого, который говорил мне. Почему мне не разрешают руки возлагать и стрелять? Я живу такой святости жизнью, никто там не живет, как я. Думаю, ну то все уже. Откуда ты знаешь, как я живу? Ну например. Откуда ты знаешь, как я живу? Он уверен на сто процентов, что уже так свято, как я, никто не живет. Ну это уже понятно. Ну может быть это старость. Может быть это, я не знаю, что еще это. Но когда сегодня Господь поставил нас быть слушателями, то знаете что? Ну давайте более строго к себе относиться. Более тщательно быть в служении. Хотя иногда и не знаешь в некоторых случаях, как оно будет лучше. Если душно, то и не подскажем, то и не разберешься. Но что я должен сегодня сказать, и что добавим немножко, и мы будем болеться. Что от первой личности в церкви зависит многое. Вы знаете, я сегодня об этом говорил. Может вчера говорил, но я вчера тоже был в служении. И я просто хотел бы напомнить, что не всегда все так просто бывает. Не всегда легко все получается. Но надо очень хорошенько подумать, для того чтобы выяснить, а что же происходит на самом деле. А от первой личности много зависит. Вы читаете Писание. Вставал царь благочестивый, и у него находились потребители, и весь народ обращал к Богу. Вставал нечестивый, и тоже находились поддерживающие, и все шло назад. Один человек, огромное государство, миллионное население, а один человек погоду делает. А вот царь, это пастор. Хочет, он или не хочет, но он делает погоду. Я очень часто говорю, но люди часто хотят, что пастор меняется, а чтобы ничего не менял, значит, вот так и получится. Если другой пастор, то будет что-то по-другому. Будет лучше или будет хуже, но так как было уже не будет. Это другой человек стал. И придется менять что-то. Поэтому я напомню еще одно место Писания, оно будет связано с непослушанием. Писания. Читаю это место Писания. Исход. Здесь уже фараон будет выступать на первый план. И сказал Господь Моисею. Пойди к фараону и скажи ему. Это так говорит Господь. Отпусти народ мой, чтоб он совершил мне служение. И если же ты не согласишься, отпусти, то от тебя поражаю и ущу область твою жабами. И вспешит рака жабами, и они выйдут, и войдут в дом твой, и в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих зайдут жабы. Вы знаете, жабы, это символ злых духов. А почему тут народ, а почему тут слуги, если эту фараон не слушает, а он главный, он первая личность, говорит, отпусти народ. И если не отпусти, то эти бешонские духи войдут в твою жизнь. И не только в твою, но уже и в твоих подчиненных всех войдут. И будут проблемы. Я уже не расшифровал порядок, я сегодня показываю, насколько от первой личности зависит дальнейшая жизнь. Если только пастор где-нибудь в лучшем недопонимает чего-то, он же так будет учить людей. И они войдут, войдут, они пойдут. А то это не простые вещи. Я уже не буду дальше начинать эти местачки, что в написании. Я верну на эту тему, когда люди говорили, нет. Господь говорит, оказывал, прощи знамение. Он говорит, не буду прощить. Вот так кто меня тогда затрудняет. Людей, еще и меня, говорит, не буду. Господь говорит, ну а тут, беги на гору. А он говорит, нету воды-то. Ты очень хороший бог, ты меня вывел оттуда, ты меня делаешь, породил. Ну я не собираю себя слушаться до конца. Я на гору не побежу. И не побежал. Он побежал в щеку. А там проблемное дело. И почти все на гору все равно портал, но уже жил в певчаре. Уже не нарыжил, он уже жил в певчаре. Он сказал, нет, не пойду. И сколько вот таких случаев. И сказал порой, нет. И пошли эти жабы. И по чьей молитве Бог убрал этих жаб? По молитве Моисея, правда? Моисея, понимаете, вот на знак времени, я пойду помолюсь. И жабы уйдут. Пошел, помолился. Моисея, Бог жаб убрал, а земля смердела еще очень долго от них. А виноват был, первый фараон был виноват. Если бы он послушался, все было по-другому. Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня были послушные. И прежде всего, чтобы пастыра были послушные в молитве. Это самое первое, что пастыр, служитель должен уметь и желать делать. Если он этого не будет делать, не будет успеха полного. И никто его молитв не замедлиет. Вы будете молиться? Это будет ваша молитва. Они будут на память перед Господом. И Господь будет делать дело. Но вот такие, чтобы лишь молитвы пастыры шли. Чтобы это было одно. Чтобы его руки поддерживались. Он ответственный. Ходатый. И вы знаете, всегда были люди, которые особенные. Пришли, друзья, помолиться Богу. Иова. Он говорит, а вашей молитвой я не трогал. Вот еще Иова помолится за вас. Его молитвой я не трогал. А вашей я не трогал. Вот оказывается, так бывает. Обижал кого-то. Вот будет проблема, пойдешь к нему просить. Никто другой тебе не поможет. Придется обратиться к тому, как он топтался. Кого унижал. И никто другой не поможет. Я тяжелительные фемеры знаю. Это в вашем районе это было. Я не буду называть ни именем ничего. Это было в самом деле. Когда один из братьев очень сильно восстал. Но мне кажется, он уже в вечности. И сестра в вечности, и он в вечности уже. И Бог говорит ему, что не делай так. Спахайся, а проси прощения. Он был вообще-то инвалид. Потом говорит, что живет время. Вот ты сейчас вот так вот выступаешь. Но при это время, говорит. Я положу его постель. И все забудут про тебя. Никто не вспомнит, что тебя нет. А он жил как раз в молитвенной доме. А он сейчас там в этом дом стоит. А он жил при дороге. И все, кто ехали, ну в первую очередь к кому? Ну кто прыгал в любви? Не надо где-то искать. Он это не послушал. А и значит там это. А кто его знает, кто сказал, что я пороки тоже наделал и делал. Очень много неправды. Говорили, да не поверить не хочет. Но там была правда. И вот приходит время. Он не послушался. Заболевает сильно. А потом Господь сказал. И если ты это поймешь, когда я тебе положу кровать, никто к тебе не придет. И говорит, попросите у меня прощить за то, что делал. То первая, кто посидит, вот эта сестра к тебе придет. Она первая к тебе придет. Он прошел короткое время, заболел. Ну что там им больницу надо? Он так еле ходит. Чуть-чуть добавил. Или, знаете, забыли вообще. Не сосвоейся. Едут в церковь. Забыли, что тут дом стоит при дороге. Он глядел, глядел. Да и давай, Господи, прости меня. О Богорской сестры. Иди вон уже каяц. Сидит там по больничным. Появляется в его доме. Вот так Бог делает. Ее молитву я пойму. А больше я никого не пойму. Вот пойдешь к тому, кого ты унижал, кого считал вечером. Но это уже даже к теме не относится сегодняшней. Это немножко другое ответвление. Но я сегодня имею в виду, когда я говорю о молитве. Вот насколько Бог смотрит на людей по-разному. С одной стороны, всех любит. А с другой стороны, что ведь мы разные. Мы разные. И искренность наша разная. И ревность наша разная. И труд наш разный. И интенсивность труда разная. И Бог все же это учитывает. Он не может этого не учать. Поэтому будем молиться. Пусть Господь сегодня благословит нас. И давайте, служителя, которому мои церкви стоят. Это все на своем уровне. Но каждый из вас отвечает за свою сферу жизни. За свой труд, который на земле. И через пастыря одно. А через отца и мужа другое может прийти в дом. И в домы, и в квартире, и на постели. И что там набирается? Я уже не буду расшифровывать эти вещи. Вкогда не будет, в день будет, вкогда не будет. Поэтому давайте, Господи, поднимем колени. За все поблагодарим Господа. И давайте сегодняшний день пособенно будем смотреть на самих себя. И дальше молитвы, которые должны произноситься нашими устами, про лицо Господа, то, что Он мог, делать свою работу с нами. И мы благодарим Тебя за то, что милость Твоя простирается на скрасках и за нас. И за то, что сегодняшний день твое, оно согревает душу нашу. И Ты сегодня напомнил нам, особенно служителям, о ценности, о важности молитвы служителя, о молитвенной жизни. А нам так много за что надо молиться, Господь. Не только за церковь, но за себя, за свои собственные щенки. Потому что кто будет обращать внимание на слова наши, когда будет быть определенный порядок, если не будет порядка в наших домах, если не будет мир с нашими женами, с нашими детьми, Господь. Кому нужны будут наши слова? Потому что, дорогой Спаситель, мы сегодня стоим перед лицом Твоим. И понимаем, что в нашей жизни было, Господи, много потерь, много непонятного, неприятного. Мы много не понимали, много роботов было. То сегодня, Господь, прости нас. А Бог нас и очистил Твои еще той крови. И особенно прости за то, что мы недооценивали значение молитвенной жизни в нашем служении, в нашем вхождении перед лицом Твоим. Прости нас, дорогой Спаситель, за то, что часто занимались суетой, за то, что отнимали молитвенное время на другие вещи, которые, может быть, даже и не нужны нам были. Господь, прости. А Бог нас и очистил Твоей святой крови. И сегодняшний день, когда Ты напомнил нам, от чего зависит сила нашей молитвы, от чего зависит терзновение, от понимания значения молитвы, от чистоты вхождений и от некоторых других вопросов, Господь, дадут нам сегодня благословение и милость. Мы хотим сегодня ожить в нашей молитвенной жизни. Мы хотим восстановить наши молитвенные стражи, которые когда-то, слушайте, спали в нашей жизни. А вот, Господь, мне хочется, чтобы Твой народ загорелся желанием молиться, чтобы эти молитвы струились из наших уст днем и ночью. И вот, Господь, для нас, жителей последнего времени, христиан последнего времени, не установив молитвенные стражи, но Ты нам сказал непростанную молитвенность. Молитесь днем и ночью. Молитесь, когда есть свободное время, чтобы, Господи, Твоя работа могла совершаться на этой земле. И еще так много в короткое время нужно сделать, Господь. Ты знаешь, что еще не все наши родные и близкие покаялись. И что не все исповедали Твое великое имя. И что не все поняли, как уходит драгоценное время, что оно никогда не вернется, Господь. Но Ты делай эту великую милость. И прежде всего восстановить дух молитвы, подчеренный дух молитвы в Твоем народе. Ты поддержи тех молитвенников, которые сегодня молятся, особенно постерей. И Господь, возьми мне новых молитвенников, которые еще, может быть, не молились серьезно, и что никогда не имели молитву как труд в своей жизни, Боже. И вот, Господи, знаешь, о чем я говорю. Мы все, Господи, молимся. Молимся утром, молимся днем. Но не для всех молитв трудом является, Господи. А я хочу, чтобы в церкви появились труженики, которые трудились бы днем и ночью молитвенно, которые поддерживали, Господь, руки служителей, которые молились за пробуждение нашей страны, нашей республики, наших городов и сел, и особенно наших близких и родных. Боже, как хочется видеть наших детей болящимися, славящими имя Твое. Как хочется мужья видеть жен, искренно прославляющими имя Твое. Как хочется женам видеть мужей, стоившимися на колени перед детцом Твоим. Как хочется видеть в ухо их, ищущих лица Твоего. Как радостно видеть соседей, которые вместе с нами прославляют Твое имя. Боже, и так благослови. Благослови, Господь, это щеление. А ты знаешь, какие щечи тьмы сдерживают пробуждение в этом щелении, в большом щелении. Ты знаешь это колдовство, ты знаешь эти шары. Ты, Господь, знаешь все то, что мы сегодня не видим. Но ты разрушь эти щечи тьмы. Ты несмертный, Господь, с престолов этих идолов, которых сегодня служат люди этого щеления. А ты знаешь их имена. Незмертный Твоей мошки. Незмертный по молитвам Твоего народа. И благослови Господь Твоих служителей, начиная с щемни и кончая нашими церквями, областями, республикой. И, Господи, в общем мире благослови Твоих служителей. Ибо когда ты наполняешь Духом святым, тогда мы, Господи, не зная, можем молиться за проблемы тех, которые даже ни разу не слышали и не видели. И в этом есть чудо Твоей Церкви. В этом есть чудо с расширением Духом святым. В этом есть чудо исполнения Твоим святым Духом. Поэтому Господь благослови. И дай нам увидеть Твою милость. Дай нам увидеть пробуждение. Дай нам увидеть действия Твоей славы и силы. И пусть Твоя святая любовь и в дальнейшее время умножается между общими нами и будет как знамя над Твоим народом. А за сегодняшнее служение, для Твою чудесную благодать, за слово жизни и промирение, примет нас хвалу и благодарение. Как верится наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Боже наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да брызет Царствие Твое, да будет вода Твоя. И на земле, как и на небе. Хлеб наш на суши, подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в Твое искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.